У нас тоже происходит вот этот завал или вот этот завал. Вот тогда эта многозменная цепь работает. Проверяю дистанцию до противника. Где лоббанное движение? Вот загрузка жесткая. Приветствую всех! Мы на канале Бладен Свет. Мы в школе бокса у Василия Ивановича Филимонова. Это один из наших прекрасных тренеров. У него много работ, много и теорий, и практики у этого человека. Василий Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, приглашаем спортсмена. Ребята, давайте сюда заходите. Мы говорили на прошлом нашем уроке, если можно так сказать, о важности работы ног. Значит, напомню, что при цитировании классических авторов от Бориса Ивановича Денисова до наших дней мы сказали, что основным фактором подготовки боксера является начальная базовая работа ног. Это первая позиция, отталкивающая разгибание ноги, которая при первом своем движении, оно не заканчивается разгибанием колена, оно посылает только таз. Таз делает вращательные движения и продолжает движение единой вот этой биомеханической кинематической цепи. Руки, как мы говорили, только при прохождении фронтальной стойки начинают выдвигаться рука. И в последний момент по временной фазе до разгибается колено и рука ввинчивается. Вот тогда эта многозменная цепь работает. Встали в боевую стойку и выполняйте с пружинящим движением с челнока, выполняйте удар задней рукой акцентированный. Кулачки сжаты должны быть. И оставайся в положении удара. Вот видите? Вот видите? Он должен в конечной фазе распрямить колено и немножечко повернуть пятку. Не поднимая сильно, а сантиметров 5-10. Приподнимем немножечко. Вот тогда он будет в жесткой, в жесткой позиции. Если у него, как он делает, сломана нога, сломана нога, он находится в положении все время амортизации. Он послал частично вот этот вот ударник за счет отталкивающего разгибания ноги и остался. У него не довернулся таз, у него должным образом рука не попала в цель. И он будет вот в этой позиции, в гуляющем. Ударное движение – это все присоединенная масса, которая разгоняет ударник. Мы говорили, что ударником является кулак предплечья и частично плечо, если у кто-то более мощный. От 700-800 грамм до 3200. Это все аксиома. Если мы оттолкнулись, но не послали должным образом таз, вот тех 39% усилия здесь не оказалось, да, и уходят в наклон, значит, удар превращается в виде толчка. Если мы послали таз и распрямили ногу, значит, у нас тоже происходит вот этот завал или вот этот завал. Никакого акцентированного удара не получится. Поэтому только в этой ситуации можно попасть в акцент. В этом положении вы не попадете, в этом положении вы не попадете, в этом положении вы не попадете. Есть аксиома, и мы говорим об акцентированном ударе. Если мы делаем акцентированный удар, сделаем раз-два и, кстати, положение удара. Да, вот. То он должен быть в правильной... Вот сюда поставь сзади ножку, пододвинь. Сзади ножку пододвинь сюда, вот. Высоко... Нет, еще поближе. Вот, пяточку опусти, вот. То он должен попасть в акцент именно в жесткой комбинации вот этой биомеханической структуры. Вот. Там фиксатор. Здесь у нас, как мы говорим, насквозь ему через него стержень. Он не может ни наклоняться, ни изгибаться, а может только вращаться. У него посыл нижних конечностей, посылает таз, происходит раскрутка. И только после прохождения фронтальной стойки пошла рука. И, как мы говорили, немножечко повыше бить, чтобы была возможность защититься. Причем и от перекрестного удара также блоком. Для того, чтобы выполнить жесткий нокрутирующий удар, как мы с вами говорили, пружина под вами. Как я говорю, под попой. И вот это вот. Даже выполняя удар приподнятой ногой передней. Вот видите, для тренировки. И только встал. Вот это встал. Вот тогда будет жесткая биомеханическая цепь. Тогда в бою, соответствующим образом, я двигаюсь, перемещаюсь, гоняю комара, муху, проверяю дистанцию до противника, делаю обманное движение. И когда возникла ситуация, выполняешь жесткий акцентированный удар. Потому что их, по статистике, 15, максимум 20% в бою. Остальные все подготовительные. Все подготовительные удары. Поэтому это очень важно. Сейчас мы посмотрим на наших спортсмарах. Значит, мы, как говорили, нога задняя должна быть под тобой, под попой. Тогда ты с нее можешь выстрелить в акцентированный удар. Давай, запружниться. Пружниться, пружниться, пружниться. Да, иди выполни, акцентированный удар. Немножко пяточку опусти. Вот. Приподними, но не высоко. Вот. И развернуто. И колено. И тогда у тебя вот эта вот цепь. Вот. Давай, выполни еще пару ударов. Хорошо. Только смотри на противника. Все у тебя закрыто. Здесь брюшной пресс полонапряженный. Кулак. Прямо. Запястье. Плечо. Все. Рука у подборота. Все. И. Немножко попрямее. Мы же про цитирую удар говорим. И. Да. Молодец. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И следите за нашими обновлениями. Субтитры сделал DimaTorzok